Всем привет! Сегодня бы хотел рассказать вам, если так можно сказать, о наболевшем. Я встречаю многих людей, которые волнуют, как правильно играть в бой, или как вообще что-то правильно играть. Вот. Ну, начну такой дисклеймер. Это моё мнение. Если у вас есть своё по этому поводу, то пишите в комментариях. Вот. Ну, я начну. Итак, для меня идеальных боев правильной игры, вот какой-то боев, да, не существует. Есть определенные варианты, которые мы выбираем, да, мы загуглили на ютубе. Кто-то научил нас играть вот всеми пальцами, мы и играем дальше всеми пальцами. И всё. Это просто один вариант, как играть в бой. Вот. Так же существует и указательным, и большим, и как только ещё там придумать можно. Ну, это вот основные как бы варианты. И вот потом, вот когда вот человек играет, да, одним, одним вариантом, вдруг у него там что-то не получается, и он находит способ там играть указательным лучше. Он играет указательным, звукоизвлечение лучше, ничего там не скрипит, не трепежит. И тут человек думает, блин, а это правильно, правильно ли я играю? Потому что там на ютубе он там учил, вот именно так надо вот играть. Сразу скажу, что да, это правильно. Это просто один из вариантов, как играть в бой. Понимаете, эти варианты нужны, чтобы оттолкнуться. Потому что в будущем у вас всё равно будут свои привычки. И это как бы уклонение от этих вариантов. И это наоборот хорошо. То есть, если у вас аккорд С идёт лучше, не вот идеально супер вот так, вот как мы там говорили, да, и пальчик ровно, и все дела, а немножко под наклоном, то, пожалуйста, если это, если звучание лучше, чем по правилам, то, пожалуйста, можно так и сыграть. Если у вас звучание чистое. Вот. Также и с боем. Если вам там, например, не надо дёргать, не надо задевать шестую струну, но вот так вам не получается это сделать, попробуйте указательным. Если получится, ну окей. Вот там вариант, который вы можете выбрать. То есть не стоит ограничивать себя правилами и понять, что эти правила нужны лишь, чтобы вам оттолкнуться. Например, у вас же, когда вы прописи учились, вы учились там по правилам, прям вот там такая Д, вот прям такая напечатанная, и вы прям так с пунктиром её рисовали, да, с пунктиром. Но сейчас вы её рисуете, как вам удобно. Вы её пишите, как вам удобно. И вам не бьют там линейкой по спине, что вот надо именно так. Криво получился, петелька криво получилась. Вот. Поэтому не ограничивайте себя правилами. Вот. На этом всё. Если вам понравился ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok